Всем привет, друзья! Сегодня мы поговорим об иммиграции в Австралию в 2020 году. Что нас ожидает? Это очень важное видео, поэтому посмотрите его внимательно. Также, если ваши друзья хотят иммигрировать в Австралию или ваши знакомые, пожалуйста, перешлите эту ссылку, ссылку на это видео вашим друзьям. Надеюсь, она также им поможет. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Александр Идоринкин. Я живу, работаю в Австралии, являюсь гражданином Австралии, а также являюсь директором компании Vimeigration Office, вот, собственно, это здесь написано, иммиграционным агентом в Австралии. И знаю в иммиграции все. Давайте посмотрим на статью, которая появилась на SBS. Эта статья будет говорить о трендах в иммиграции в Австралию в 2020 году. Если вы хотите иммигрировать в Австралию вообще в 2020 году, в 2021-2022, вы должны знать два месяца, которые являются очень и очень важными с точки зрения иммиграции в Австралию. Первый месяц это июль, когда начинается новый финансовый год, когда начинается новый отсчет отборочных раундов по иммиграции. И второй месяц это март, когда публикуют возможные обновленные списки по иммиграции в Австралию. Вообще, есть несколько списков, к примеру, MLTSSL, который публикуется раз в год, STSL могут меняться почаще. Но также вы должны обращать внимание на март. В любом случае, есть изменения по этим спискам. И что же нас ожидает в иммиграции в Австралию? Давайте посмотрим. Ожидает нас очень много чего интересного. Потому что акцент Скотта Морриса, например, министр Австралии, его кабинета делается на региональную Австралию. Как вы знаете, уже с 1 июля 2019 года иммиграционный интег, то есть сколько иммигрантов будет приглашено, было уменьшено со 190 тысяч до 160 тысяч. Грубо говоря, на 30 тысяч человек. И уже сегодня министр иммиграции гражданства Австралии Дэвид Коллиман говорит о том, что акцент должен быть сделан на региональную Австралию. Вы сейчас спросите меня, что такое региональная Австралия. Региональная Австралия это все, кроме Сиднея и городов, которые окружают Сиднея. То есть это не Вулангонг, это не Ньюкасл, это все кроме Мельбурна, это все кроме Бризбана, Голдкоста и Перта. Все остальное является региональной Австралией. И даже такой прекрасный город, как Аделаида. И что же здесь говорится в этой статье? Кстати, статью вы можете почитать по ссылке, которую я оставлю в описании к этому видео. Поэтому читайте, не бойтесь внимательно читать. Здесь мы вот кратко о ней поговорим. Было выделено 23 тысяч мест для региональной Австралии. Было представлено две визы новых. Одна будет заменять 489 визу. Вторая виза будет спонсорство регионального работодателя. Более того, сейчас говорится, что существует порядка 60 тысяч мест, которые нужно заполнить в оригинальной Австралии. На самом деле я считаю, что мест существует больше. Сейчас 30 тысяч мест в этом миграционном году, в 2020, будет отдана работодателю, который готов спонсировать своего работника из-за границы. Почти что 25 тысяч мест отдано штатам и территориям. Они могут спонсировать профессионалов на миграционные визы через те потоки. 23 тысячи мест было отдано тем визам, которые будут представлены в ноябре 2019 года. Вот смотрите эти все цифры и смотрите на эту цифру. 18562 это независимая иммиграция, так называемая, раз это написано, skills independent, 189 виза. То есть это было существенно понижено. И здесь уже написано о том, что такое региональная или нерегиональная Австралия. Как вы знаете, существуют иммиграционные списки MLTSSL, STSOL, ROL. Но помимо этих списков, для работодателя, который находится в региональной Австралии, будут добавлены дополнительные профессии, которые нужно и можно покрывать, если человек, профессионал живет за границей и хочет приехать работать в Австралии. То есть региональный работодатель будет иметь доступ к дополнительным профессиям. Не только там STSOL или MLTSSL. Про эти визы, которые представятся в ноябре 2019 года, можно говорить следующее, что будет абсолютно новая виза, как я уже сказал, виза регионального работодателя, который будет вас спонсировать. Но будет по сути чуть-чуть обновленная виза с новыми параметрами, которые заменят 489 визу, это региональное спонсорство штата. Эта виза будет даваться на 5 лет вместо 4. И чтобы претендовать на постоянное вид на жительство Австралии, вам нужно будет прожить не 2 года как сейчас, а 3 года в региональной Австралии и проработать в региональной Австралии, выполнить определенные условия с тем, чтобы получить свое заветное ПМЖ. Ну а после ПМЖ, собственно, вы можете получить вот паспорт Австралии, который есть у меня и у многих, и вообще у всех граждан Австралии. О чем мы хотим сказать и о чем вам нужно знать? Существовала так называемая волна эмиграции в Австралии. Кто-то приехал после царской революции, вы знаете, кто-то приехал в 70-80-е, многочисленные беженцы приехали в Австралию, даже русскоязычные. После этого были 2000-е, начало 2000-х и приезжали профессионалы буквально с шестерками, получали свое ПМЖ и получали вот такие паспорт, которые я вам показал, буквально через 2 года подавались на гражданство. В начале 2010-х многие также приезжали очень легко, кто-то приезжал в Австралию учился на того же бухгалтера и опять-таки получал свою эмиграцию довольно-таки легко, но правила, как вы видите, меняются и все ужесточается и скручивается. Иными словами, сейчас просто иметь посредственный английский сдать на шестерки или приехать на какую-то профессию того же бухгалтера учиться, сдать там на семерки и остаться, вот просто она вот так, будет не совсем легко, почти что невозможно, как я считаю. Вообще вся информация в этом видео, это мое личное мнение, поэтому строго не судите. И, соответственно, правительство в Австралии хочет, что человек не просто имел посредственные знания в языке и приезжал, не просто что-то учился и потом как-то оставался. Правительство в Австралии хочет, чтобы закрывались вот эти места в региональной Австралии. Правительство в Австралии хочет, чтобы человек был профессионалом в том деле, которым он занимается. И я буквально-таки смотрел в начале июля 2019 года списки эмиграции по штатам, например, тот же бухгалтер. Во многих штатах эмиграция до сих пор возможна, но уже многие штаты требуют или полгода опыта работы, или год опыта работы, прежде чем претендовать на спонсорство штата. Раньше было намного легче, многие скажут, приехал, сдал на семерки английский, подался, получил эмиграцию, получил паспорт. Сейчас, опять-таки, это нельзя сделать. И, соответственно, здесь есть два пути, которые вам нужно рассматривать. Первый, вам нужно быть действительно профессионалом в том месте, где вы работаете. И ваша профессия должна быть в эмиграционных списках. Это первое. Больше, как говорится, халявы не будет, такой легкой жизни не будет. И второе, вам нужно смотреть, если вы выбираете образование в Австралии, на то, где вы будете именно учиться. Образование в Австралии, эмиграция в Австралии, также не должны сопоставляться. Это разные вообще вещи. Но, если человек учится в Австралии, да, существует возможность его эмиграции в Австралии в определенных случаях. И скрывать это не нужно. Мы сотрудничаем с крупнейшим региональным государством университетом Австралии, Сазан Курс Университи, который находится, в общем-то, в региональной Австралии. И для ребят, кто хочет не обязательно эмигрировать, к примеру, но хочет получить австралийский опыт работы, существуют замечательные условия. Мы это предвидели, вообще этот тренд, куда движется эмиграция в Австралии, еще давно. И стали давно сотрудничать с университетом Южного Креста. И те ребята, кто учатся в региональной Австралии, получают не обязательно в Сазан Курс Университи, в региональной Австралии, в той же Adelaide, она до сих пор на сентябре 19-го года является региональной Австралией, получает дополнительный год к визам выпускника, так называемым рабочим визам выпускника, которые получаются после окончания учебного заведения. Скажем, вы учились на бакалавриате 3 или 4 года, после этого вы получаете 3 года, чтобы применить ваши знания уже на практике, в той же региональной Австралии. Вы даже смотрели видео, у меня есть, с декана факультета инженера Сазан Курс Университи, 100% трудоустройство выпускников для местных и для интернациональных студентов. Кстати, ссылка будет тоже в описании, или вот здесь. Соответственно, даже если вы хотите или не хотите ли мигать в Австралию, вы получите вот этот опыт, который поможет вам устроиться или в третьей стране, или вернуться в свою страну, либо, ну что скрывать, потом остаться в Австралии, если вы захотите, если профессия есть в списках. И, по сути, правительство Австралии говорит, что вы нам нужны, но вы должны быть профессионалом. Неважно, если резюмировать, ребята, хотите ли вы учиться в Австралии, давайте планировать вашу учебу в Австралию, мы готовы вам помочь, мы уже многие годы этим занимаемся. Либо вы хотите иммигрировать, будьте добры иметь профессию, будьте добры иметь хороший язык, и будьте добры быть действительно профессионалом. Иммиграция в Австралию теперь стала немножко дольше, паспорт буквально за пару лет уже не получить, но вам все равно нужно готовиться к вашей иммиграции, потому что другого выхода у вас нет, и в борьбе, и вот в этих препятствиях можно стать даже сильнее. Поэтому спасибо, что смотрели это видео, все ссылки на меня будут в описании к этому видео, будет еще много анализов, на этом канале вы знаете, поэтому подписывайтесь, делитесь ссылками с друзьями, я увижу вас в следующих видео, если вам нужна консультация по вашей иммиграции в Австралию, обратитесь ко мне, я расскажу, как я работаю, ну, в общем, точно, теперь точно. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok